Хобби с риском для жизни. Минувшую пятницу администрация Юрьевецкого района официально запретила выход на лед. Но любителей тихой охоты это не останавливает. В погоне за рыбой своей мечты они готовы забыть о риске оказаться в среде обитания этой самой рыбы. Принять меры сейчас, не дожидаясь, когда придется спасать нарушителей с оторвавшихся льдин, решили сотрудники регионального управления МЧС. И совместно с администрацией Юрьевецкого района организовали профилактический рейд. Здравствуйте. Здравствуйте. Плохо поклевывается. А вы знаете, что за пресс на выход на лед с 31 числа? Не знаю. Не знаете, да? А вы откуда сами? Из Костромы. На просторах Горьковского водохранилища нарушителей долго искать не пришлось. Предупреждающие аншлаги на берегу, сообщения в местных газетах и на сайте Юрьевецкого района любители зимней рыбалки не останавливают. Приходится штрафовать. Нарушить запрет выхода на лед стоит от 700 до 1000 рублей. Хотя, конечно, главная цель не наказать, а скорее убедить людей уйти со льда и больше не рисковать своей жизнью. Но это непросто. В свое оправдание рыболовы говорят. Все правила безопасности знают и соблюдают их. Во-первых, не лезем на тонкий лед. Основные признаки тонкого льда нам известны. Во-вторых, костюмы у нас сейчас современные, хорошие. В основном поплавки все используют. Ну, и главное, здравый смысл. Сейчас лед 60 сантиметров, хорошего, твердого качества. Он не рыхлый, он не сырой. Рыбаки уверены, им ничто не угрожает. Доказательства под ногами. Лед толстый, уверены рыболовы, выдержат. Так я не рискую своей жизнью, потому что я выхожу на лед, у меня бур скрывается по ручку. Лед здесь, а здесь еще, не знаю, на буране ездить можно. Я никак не рискую своей жизнью. Это заблуждение. В Горьковском водохранилище, рассказывают инспекторы ГИМС, бояться нужно вовсе не провалов. Чаще всего здесь происходит отрыв льдин. Ничего не подозревающие любители рыбалки в любой момент могут отправиться в свободное плавание. Большое ЧП начинается с малого. Достаточно небольшого спада воды, чтобы произошел надлом льда. Добавить к этому перепады температуры и сильный ветер, и готова трещина. Вот как это. Вот есть у нас статистика такая, что самое раннее, это 26 марта, отрываются льды. И все равно с рыбаками, какие бы мы мероприятия не проводили, где больше, где меньше. Самое позднее, 24 апреля. Но это происходит ежегодно. Улов инспекторов ГИМС сегодня более полусотни нарушителей из Ивановской, Владимирской, Костромской и Нижегородской областей. Их уикенд на лоне природы подпорчен. Мы приехали сюда за 300 верст, больше даже. И чего? И не клюет? Нет. Как? Клюет рыбина, может, сейчас. Дальше чего? А МЧСы вы зачем сюда привезли? Судно на воздушной подушке распугали рыбу, но не ее ловцов. Они не уходят, а лишь перемещаются в более спокойное место, чтобы продолжить рыбалку там. Все эти ходы инспекторы знают, поэтому применяют крайние меры. Юрьевецкая резня бензопилой. Это называется распиловка льда. В местах, откуда с берега на лед заходят рыбаки, сотрудники МЧС прорезают такие линии. Затем производят чернение льда. Посыпают распиленный участок чем-то вроде угольной крошки. Темные цвета гораздо сильнее притягивают тепловую энергию, поэтому процесс таяния будет происходить гораздо быстрее, чем обычный белый цвет. Черная полоса в жизни рыболовов. Таким образом обработают все их излюбленные тропы. Уже в течение нескольких дней лед в этом месте растает, пройти будет невозможно. Конечно, любители рыбалки останутся без улова, зато будут в безопасности. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Юрьевецкий район.